Всем моим зрителям огромнейший привет! Многие мне говорили, да зачем ты на эту тему о коронавирусе записываешь? Кому она интересна? Уже все торологи, гадалки, недоторологи, недогадалки уже все сделали свои прогнозы и ты будешь плестись в конце паровоза. Но я решила это сделать не для рейтинга, если вы думаете, нет. Я решила записать это видео, потому что люди, с кого я знаю лично, попросили меня об этом, потому что мне действительно самой интересно, действительно ли этот коронавирус это уже крах экономики в первую очередь, это крах нашему здравоохранению, или же все-все образуется. Я не собираюсь успокаивать в этом видео вас, я не собираюсь нагнетать панику. И, конечно же, я понимаю, что прогнозов было много, но мне, как человеку, который занимается Таро уже 19 лет, очень интересно посмотреть все вопросы, максимально конкретно, без воды дать вам ответы. Итак, давайте посмотрим. Значит, первый вопрос, который меня интересует. Давайте посмотрим, этот коронавирус надолго, или же он достаточно короткое время, вся эта ситуация, все это нагнетание закончится. Надолго ли он? Буду смотреть тремя колодами. 78 дверями, киперами и своим ракулом. Надолго ли этот коронавирус вообще в мире, без привязки к каким-то странам. Тройка Пентакли, Колесница, Паш Пентакли, дорогие мои. Вы видите по Колеснице, что он будет распространяться. Вы видите, что Пентакливые две масти показывают, что это надолго. Ну, также вы видите то, что эту штуку, так сказать, сделали, сделали эту нам корону. Это рукотворный вирус, это видно. Вот, пожалуйста, хендмед и вот хендмед. Так что это надолго. Давайте посмотрим, на как долго, на сколько это. На год, на два, на три и так далее. Сколько времени этот коронавирус, именно этот штамм, будет царить на нашей планете? Как долго он будет царить? Выпала сама восьмерка жезлов. Выпала луна. Выпала восьмерка мечей. Выпали две восьмерки. Значит, что я могу сказать? Вот, по первой карте я понимаю, что он будет распространяться достаточно быстро. Плюс, есть какие-то факты о нем, о которых мы еще не знаем. Да, то есть, что-то от нас скрыто. Возможно, какое-то влияние на беременность. Такой момент может быть. Возможно, он был давно, и мы его просто не видели и не знали. А, возможно, он давно уже был сделан и давно существовал этот вирус. Да, и что еще? Вот смотрите, все равно получается, спустя время, да, когда уже забыли, все равно настигает. Ну, я вот по этому раскладу, ну, смотрите, как интересно. Почему-то вот мне видится восемнадцать месяцев. Восемнадцать, шестнадцать, вот таким вот образом. Месяцев, не лет, не лет. Правильно я поняла? Давайте посмотрим. Да, выпала карта мага. То есть, это не будет на месяц, это не будет на неделю, это будет на достаточно длительное время. То есть, мы все уже обожремся этой информацией, все станем микробиологами, химиками, кем только можно. Все слова у нас будут отскакивать от зубов. Вот. Ну, в конечном счете понятно, что его поборят, понятно, что найдут некое средство. И какое именно найдут, давайте тоже посмотрим. Каким образом он будет победим? Каким образом этот вирус мы уничтожим? Рукотворно. Также, так же, мои дорогие, как создали, так же его и победили. Вы видите, тройка пентаклей. Это вакцина. У него, видите, клинок в руках. То есть, будут делать прививку. Все. Это понятно. Это понятно и так. Все. Учитывая то, что теплая страна, я думаю, что это может быть разработка, скорее всего. Это может быть, например, Израиль. Могут сделать свою вакцину. Ее могут сделать, в принципе, и теплая страна. И Китай. Но там, где тепло и жарко. Вот сразу скажу. И по повешенному, на долгий, длительный иммунитет дает. Все. Это вот так, если совсем-совсем кратко. Насколько эта вакцина будет безопасна или же опасна. Десятка жезлов. От чего-то защитит, безусловно. Не дешевая вакцина. Не дешевая вакцина. Дорогая. Дорогая. Но, опять же, вот по карте смерть я понимаю, что не безграничное ее действие. То есть, на какое-то она небольшое количество лет распространяется. И потом все. Потом нужно будет ее делать снова. Будет ли она опасна для здоровья? Просто вот карта смерти, десятка пентаклей. Знаете, на мысли некоторые меня навели. Жрица. Вопрос, ответ закрыт. То есть, вполне возможно, что эта вакцина будет действенная, рабочая. Но, вполне возможно, что для людей старшего возраста, потому что десятка пентаклей, несмотря на то, что здесь нарисованы деточки, она у меня все равно ассоциируется с людьми более старшего возраста. Как и карта смерть тоже. То есть, я бы сказала, что здесь, возможно, есть опасность, что это вакцина для старшего возраста. Не всем будет подходить. Но она защищать и работать будет. Теперь давайте посмотрим такой вопрос. Экономика. Экономика вообще мира. Я пока по странам не иду. По странам я сделаю отдельное видео. Насколько выдержим ли мы это все с вами? Королева пентаклей. Туз кубков. Король пентаклей. Вы знаете, мне кажется, люди начнут вспоминать, что они люди. И очень такие хорошие, большие инвестиции будут даваться олигархами, обеспеченными людьми. Будут помогать и поддерживать экономику. Вот маленьким странам. Странам, которые в таком коллапсе находятся. Им будут помогать. И действительно, я думаю, за счет более обеспеченных людей все выкарабкаются, вытянутся. Ну и, собственно, по правосудию все вернется в равновесие. По поводу всех остальных вопросов я запишу вторую часть этого видео. Можете писать вопросы под видео здесь. Обязательно хочу ответить на все вопросы, кто мне задал в сообществе. Просто не хочу делать видео очень-очень длинные, потому что не всем комфортно их смотреть. Кто не подписан на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Я желаю всем только вирусных видео, только прекрасного настроения, только прекрасных вообще эмоций, крепкого здоровья. И, конечно же, не паникуйте, не нагнетайте друг друга. Сохраняйте спокойствие. Сидите дома, смотрите мой канал. И не забывайте, что все в этом мире временно. И это, конечно же, этот коронавирус тоже пройдет. На этом все. С вами была я. Ваш канал Олитка Гадалка. Увидимся очень скоро. Пишите ваши комментарии. Хотите ли вы продолжения? Я планирую записать еще две части. И если это интересно, возможно, это будет даже и не две, а больше. Всем всего доброго и всем пока!